здравствуйте друзья в этом обзоре мы с вами рассмотрим интересный логический zigbee контроллер который сочетает в себе функции поворотного диммера и беспроводной кнопки а в практической части мы интегрируем его в home assistant при помощи аддона zigbee2mqtt добавим недостающие сенсоры и наконец рассмотрим кейс по управлению освещением при помощи этого устройства производитель тернси модель sd 01 работает по протоколу zigbee 30 питание автономно от батарейки cr2032 рабочая температура от минус 50 до плюс 60 градусов цельсия при влажности не более 80 процентов размер 35 на 24 миллиметра поставляется устройство в белой картонной коробке с минимальной полиграфией несколько напоминает оформление датчиков из экосистемы сяоми большая часть надписи и иероглифические внутри находится картонный держатель который выполняет защитную роль при пересылке и не дает содержимому болтаться по коробке небольшой буклет инструкции полностью на китайском из полезного тут есть описание синхронизации устройства подробнее чуть дальше комплект поставки кроме инструкции состоит из самого контроллера подставки для него и наклейки двустороннего скотча для крепления на поверхности устройство в собранном виде на подставке основной модуль представляет собой цилиндр верхняя часть которого может нажиматься и вращаться вокруг своей оси на нижней части находится отверстие светодиода соединение с подставкой на магнитах для того чтобы контроллер не прокручивался производитель предусмотрел фиксатор выемка на нижней части контроллера и выступ на подставке магнит расположенный в подставке позволяет крепить его на металлических поверхностях например на холодильник но силы магнита не хватает чтобы держать подставку при повороте ручки двигаются сразу вся конструкция чтобы этого не происходило нужно использовать комплектный двусторонний скотч тогда подставка будет неподвижна при этом контроллер все равно останется съемным кроме связки с подставкой выемка внизу устройства выполняет еще одну роль в нее вставляется монета для снятия крышки батарейного отсека здесь используется один из самых распространенных в подобного класса устройствах элемент cr2032 фиксации вращения для верхней части устройства нет она свободно вращается в обе стороны с легким хрустом кроме этого она выполняет роль кнопки для тестирования интеграции в home assistant я использовал свой экспериментальный инстант со стиком cc2531 при помощи аддона zigbee2mqtt assistant запускаем режим сопряжения после этого зажимаем и держим кнопку контроллера пока не начнет мерцать светодиод после этого отпускаем ждем тройной вспышки на этом процесс сопряжения завершается по умолчанию новое устройство появляется в системе имея три сущности сенсоры уровня заряда и сигнала а также сенсор события клик аддон автоматически создают топик устройства в разделе home assistant благодаря чему она тут же появляется в интеграции mqtt здесь мы видим тех же три сущности что и в аддоне zigbee2mqtt assistant сенсор клик показывает события одиночного двойного и тройного кликов однако на поворот ручки контроллера реакции нет давайте разбираться в чем дело для этого нам нужно перейти в mqtt брокер справа в окне истории видим события сенсора клик нажатия то же что и в интеграциях а вот при повороте ручки тут другие события их два direction которая может иметь статус по или против часовой стрелки и number число которое зависит от того насколько сильно повернута ручка устройства чем дальше тем она больше давайте пробросим эти сенсоры в home assistant по образу и подобию уже существующего сенсора клик переходим в топик home assistant находим по имени существующий сенсор копируем содержимое его топика строке пути к топику меняем клик на direction вставляем в текстовое поле содержимое скопировано из топика клик тип текста json переходим в начало и модифицируем начинаем с иконки затем атрибут клик меняем на direction внимательно читаем дальше следующим меняем имя тоже на direction аналогично уникальный айди дальше оставляем без изменений ставим галочку на чекбокс retain и публикуем у нас появился новый топик в списке сущностей устройства автоматически он же появится и в интеграции после первого же поворота сенсор примет значение в какую сторону повернута ручка по какой-то причине после публикации топика в mqtt explorer уплывает кнопка публикации чекбокс retain нужно него перезайти после этого аналогично проводим операции для атрибута number сначала меняем путь к топику копируем и вставляем содержимое топика существующего сенсора и начинаем проверку сначала строки последовательно меняем иконку сущности название отслеживаемого атрибута следующем у нас здесь идет имя устройства и наконец уникальный айди проверяем что ничего не забыли и поставив галочку на сохранение топика retain публикуем его новый сенсор появляется в системе и после первого же поворота принимает цифровое значение вот наш уже модифицированный контроллер со всеми своими сущностями и правильной аватарке в списке устройства дона zigbee to mqtt assistant как я и обещал переходим к практике для удобства следующий пример я выполнил виде пакаджа о них я рассказывал в 10 серии своих уроков по home assistant этот практический кейс позволит управлять светильником из домена и light включать и выключать его устанавливать одну из трех предустановленных цветовых температур а также плавно регулировать яркость пакадж начнем с сущности input select будем считать что сам светильник уже есть системе эта сущность позволяет выбирать одно из сохраненных не значений данном примере их три они названы теплой нейтральный холодный и будут служить для установки цветовой температуры по умолчанию я поставил значение нейтральный она будет выставляться при запуске сервера далее у нас идет раздел автоматизации и 1 управляет включением и включением светильника по событию одиночного нажатия на кнопку контроллера в действиях содержится шаблон который запускает один из двух скриптов зависимости от состояния светильника включена или выключена сразу посмотрим на эти скрипты первый запускает сервис включения светильника заданной по умолчанию яркостью в 90 процентов а цветовая температура в кельвинах 3000 для значения input select теплый 4000 для нейтральный и 5000 для холодный второй скрипт служит для выключения светильника дополнительные параметры тут не нужны вернемся к автоматизации вторая автоматизация служит для переключения между сохраненными значениями сущности input select при двойном нажатии на кнопку контроллера работают она только при условии что светильник включен но в ней нет управления собственно цветовой температурой тут только input select цветовая температура управляется третьей автоматизации триггером которой является изменение состояния input select это позволяет отрабатывать и нажатия кнопки и работу через лавлейс эта автоматизация тоже работает только при условии включенного светильника а ее действие почти такое же как у скрипта включения тут только нет параметра яркости она управляет только цветовой температурой а яркости управляет следующая автоматизация она отслеживает состояние сенсора number напомню это число соответствует длине поворота ручки сразу скажу об одном недостатке этого примера она не отработается если поворот будет точно такой же как и предыдущий тогда число number не изменится если же он будет отличаться хотя бы на единицу то при условии что светильник включен запустится сервис изменения яркости тут я применил шаблон где ввел две переменные плюс которая равна значению number и минус это number умноженный на минус единиц если ручка повернута по часовой стрелке то яркость изменится на положительное число в большую сторону а если против часовой стрелки то на отрицательно в меньшую сторону вот так работает этот кейс на примере прикроватного светильника и light совершенно аналогично его можно применить для потолочных светильников случае с цветными светильниками можно например применить тройное нажатие и сделать input select который переключает цвета или эффекты на этом все надеюсь видео было вам интересным и полезным если оно вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал напоминаю что все интересные актуальные новости а также распродажи и купоны по тематике умного дома вы можете увидеть на моем телеграм канале ссылку ищите в описании до свидания до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok